Наши горло Снег без грязи, как долгая жизнь без воронья Воронье нам не выклюет глаз из глазини Потому что не водится здесь воронья Кто не верил в дурные пророчества Снег не лег ни на миг отдохнуть Тем наградою за одиночество Должен встретиться кто-нибудь Знакомьтесь, генерал Александр Георгиевич Анагенков Генералами называют газовики своих генеральных директоров объединений Какая уж традиция сложилась в Сибири и на севере Ни решений не принимается, ни, как говорится, программы нету определенной Нету вот того, о чем мы с вами говорили Когда бы была четкая программа разработана Финансовая программа Стратегия переходного периода была разработана Как не было тогда, так нет и сейчас Но каково было наше удивление, когда мы спустя два года снова прилетели на яму Генерал пригласил нас с собой в вертолет И мы полетели на заполярное месторождение Чтобы своими глазами увидеть то, что происходит сегодня Вот уж точно умом Россию не понять Действительно, ее надо очень хорошо знать и сильно верить Ведь нет ни программы переходного периода, ни стратегического плана А перед нами развернулось мощнейшее строительство Сбылась мечта Ананенкова Его детище Заполярка скоро даст первый газ в стране И предприятие выйдет на первое место в России, да и в мире по объему добычи газа 100 миллиардов кубометров газа в год Вложено 7 миллиардов долларов Это все цифры, которые поражают Но за ними стоят люди и руководители От решения которого зависит слишком многое Только вот морозами не может управлять При морозе минус 55, минус 57 не работает ни одно грузоподъемное устройство И люди выдерживают, но металл не выдерживает Вот нет таких технических средств, чтобы можно было организовать работы при таких низких температурах Сегодня там на Заполярном работает примерно 2000 человек На обустройстве месторождения и эксплуатирующей организации Необходимо в ближайший месяц нарастить численность еще на 1000 человек Только может быть на севере появляется забота у человека о работе Беспокойство, я бы сказал не забота, а беспокойство появляется Будет работа, не будет А на земле, вот в Москве, например, под Москвой я этого не вижу Если все газодобывающие общества «Газпрома» на сегодняшний день Ведут оседлый образ жизни, будем так говорить То «Ямбургаздобыч» это две воздушно-десантные полнокомплектные дивизии И мы как-то с Римом Ивановичем говорили, я говорю, Римом Иванович, вы мне укажите точку десантирования Это Заполярное, или это Ямал, или это Сахалин И мы будем там А вот Ямбург для вас, это город, не только как для руководителя «Газпрома» Ну, на Ямбурге он мне интересен был как инженеру, во-первых Потому что много решений новых совершенно Ямбург по своим решениям отличается от другого севера, пока что Ямал будет еще отличаться Заполярное Предприятие «Ямбургаздобыча» – самое северное из освоенных месторождений в мире И самое молодое из добывающих предприятий Отсюда, с Ямала, где находится Ямбург, идет 90% газа Одна такая установка подготовки дает столько, сколько вырабатывает вся Аляска И сколько нужно всей Москве для ее электрических и обогревательных нужд Каждая установка обслуживает куст скважин, всего их тысяча Именно отсюда Россия и вся Европа греются и освещаются газами Это кадры хроники строительства Ямбургского месторождения Тогда в его освоении участвовал весь Советский Союз Каждый день телевидение и радио передавали сводки И показывали каждый новый метр проложенных труп О героях труда писали, им давали грамоты и ордена А в 86-м году, когда пошел первый газ, был всенародный праздник Это было сочетание романтизма и профессионализма Люди понимали, что они работают ради огромного, нужного дела И их работа нужна стране О генералах мы знаем мало Такие они люди Не привыкли позировать, да и шума рекламного не любят Они профессионалы своего дела И Александр Георгиевич не исключение Он и раньше-то о себе не думал, а теперь уж тем более Да и когда там было думать, сразу после института 22-летним молодым парнем приехал на крайний север Сам выбрал себе дело в жизни, да и место Хотел суровых, тяжелых испытаний Мечтал заниматься мужественным делом Может от того, что был боксером и самбистом в юности А может просто такой уж характер Искать приключения и жить в экстремальных условиях Ехал с энтузиазмом Да и приехал не один А со своей женой Ольгой, вместе с которой учился Сама Ольга Васильевна тоже женщина непростая Специалист по бурению нефтяных и газовых скважин Совсем уж не женская профессия А сам Александр Георгиевич прошел все ступени От оператора до генерального директора Где только не работал И каких только людей не повидал Чем больше я общался с генералом Тем больше задумывался о том Что как же умудряется этот человек работать Создавать, идти вперед и вести за собой Огромный коллектив Когда вокруг его родной отрасли Столько интриг, проблем, страстей Он ведь планирует жизнь предприятия На много лет вперед Думая о России и о ее народе Потому что знает, что такое для нее газ И как сложно ему, профессионалу Бесконечно доказывать простые истины Которые, к сожалению, не понимают Или не хотят понять наверху То это энергетическая безопасность страны И если у кого-то появляется такая Как говорится, вожделенная мечта Приватизировать эти гиганты Он должен прежде всего хорошенько подумать И сказать А хватит ли у меня Селенок, душонки И денег На халяву жить нельзя Уже надо кончать Даже эту идею надо бросать Потому что кончаются те запасы Те разведанные запасы Газа Которым сегодня обладает Россия По расчету Даже все, если собрать Сегодня разведанное С утвержденными запасами Этих запасов хватает Всего на 70 лет работать На 70 лет А дальше что? Под нами Тазовский район До прихода сюда газовиков Люди жили как на острове Выбраться даже в Новый Уренгое Считалось событием Вертолеты перестали летать Дороги не было Люди копили деньги С одной надеждой Улететь, убежать, уехать отсюда Зачем уезжать? Надо разрабатывать программу Сегодня здесь живет тот минимум Который адаптирован к этим условиям Который привык и к климату привык К условиям социально-бытовым И если мы сегодня уберем Это население, адаптированное к этим условиям То завтра нам за более дорогую цену Придется сюда собирать население Которое привыкло жить в Москве В Санкт-Петербурге Там и другие города Это неправильно было бы Скажите, ну как вы здесь живете? Там вот вы здесь первый раз Замечательно живем Замечательно живем Правда? На самом деле А сегодня у нас эта температура прекрасная 26 27 Это для нас тепло Отучитесь, уедете отсюда Или хотите здесь оставаться, жить Иванечка, куда собираешься? Я в Тюмень уеду и все Поступать Поступать, да Поступать в Тюмень я поеду Вообще настроение ваших ребят Оставаться здесь или уезжать? В основном уезжать Уезжать отсюда Уезжать, отучиться И снова сюда приезжать работать Мы для этого, тем более Разрабатываем программу Специально для этой молодежи Которая учится в этой школе В этих школах Школа-интернат Средняя школа В этих местах И там примерно Ну 50 на 50 50 это русское население А 50 коренное население И мы хотели бы Даже финансово помочь Этим семьям и детишкам Чтобы их обучить Высшее образование Они получили В институтах, вузах России И потом вернулись сюда Вот и стал меняться Облик Тазовского района Открылся хирургический центр Строится дорога Новое жилье Открыты компьютерные классы Но самое главное На лицах людей Появились улыбки Интересно только Что бы было бы здесь Если бы пришел сюда Не Газпром А богатый зарубежный инвестор Конечно инвестору выгодно Западному Да и нашему российскому Выйти на разработку Синаманских залежей Таких крупных месторождений Но он хотел бы получить В ближайшие годы отдачу Поэтому он никогда не будет Вкладывать в русскую Российскую землю Он выложит в скважину Вложит в трубу И скажет все Александр Георгиевич Прожил на севере 27 лет И для него есть закон Главное здесь люди Они решают все И какой бы временной Ни была жизнь вахтовиков Должны быть созданы Нормальные достойные условия И казалось бы Что все есть Бани, сауны, магазины, столовые, кафе Огромный дворец культуры и спорта Куда часто приезжают звезды эстрады Ну вроде бы все Но этого оказалось мало На Ямбурге решили построить Огромный православный храм Расскажите, при всех сложностях Когда людям там деньги не платили Или платили там в два раза меньше Все-таки строили храмы Ну, во-первых, этого захотели сами люди Сегодня даже подъезжая к поселку А вы видите, что когда подъезжая к поселку Этот храм смотрится как бы в первую очередь Я ощущаю, что поселок Вот знаете, как живой организм То есть он стал Более живой, более приятный То есть более теплый Хотя для севера это, наверное, более теплый не подходит Но храм стал украшать поселку Этот колокольный звон На самом-самом севере России Потрясает Еще раз убеждаешься в том Что нет на этой земле дороги Которая не приведет к храму Эти кадры мы снимали два года назад Когда освещал архиепископ Дмитрий Место будущего храма Крестный ход поразил нас Поразили глаза людей И жуткий, непривычный тогда для нас 45-градусный мороз прошел как-то стороной Скажите, вот все-таки Несмотря на весь холл Ощущение сегодняшнего дня этого события Благодатного тепла и радости Что именно в таком, ну будем говорить, крайнем месте Где трудно людям, трудятся тяжело И все-таки создается место, создается храм Где будут люди молиться, укреплять свои душевные, телесные силы Здесь, мы знаем, люди в основном трудятся вахтовым методом Приезжая, семей здесь нет, детей нет Видимо, и здесь священнику тоже придется Одному или двоим по очереди Нести послушание, служение Ну, духовно окормлять этот поселок Молиться здесь Своебрезные вахты, да? Своеобразные, да, вахты Тоже молитвенная вахта Я не спросил генерала, верующий ли он или нет Но я точно знаю Если человек думает о людях Несет в себе добро и веру в будущее Если есть у него желание Сделать красивой, умной и духовной Жизнь своих коллег, друзей Значит, он любит людей, любит жизнь И может изменить ее к лучшему На Севере время было профессионалов Я бы добавил и романтиков Всегда Потому что вот противопоставление делают Что романтик это вроде не профессионал А профессионал это не романтик Это вот неправильно Для северян это как раз сочетание Вот этих понятий Вы так же остались и профессионалом и романтиком? Конечно Я думаю, что без романтиков Здесь не может нормально работать профессионал Это и говорит о том Что человек сюда нормальный Поехать не может Ну, я считаю, что романтик Это не совсем нормальный человек Он необычный Это не в плохом смысле нормальный, а в хорошем Эту песню о своей бригаде написал Васек Ему 20 лет И что бы там ни говорили про дух романтики Которые куда-то пропадают Это все неправда Когда слушаешь его песню И видишь лица и глаза этих людей Ну, за романтикой, наверное, уже никто не ездит сюда Да почему нет? Нет, ты за романтикой приехал, Сережа? Ну, какая-то, говорю, романтики-то всякой есть Конечно Еще смотри, в чем проблема Те, когда ехали сюда, вот, да, старшее поколение, скажем Тогда без проблем было на земле И все было стабильно Работа, зарплата, там, все было стабильно И вот тут как уже получается вот Аспект романтики Вроде бы от добра ищешь добра уже Там все нормально И ты едешь куда-то еще чего-то тебе надо А сейчас на земле уже потруднее Там и зарплаты, и со стабильностью, видишь Сюда уже, как бы, романтика уже уменьшается процент А получается уже что-то жизненное такое Я пью за здоровье немногих Немногих, но верных друзей Друзей неуклончиво строгих И соблазных изменчивых дней Я пью за здоровье Далеких, далеких, но милых друзей Друзей, как я, одинокий Средь чужих сердца моих людей Этим кадром уже много-много лет Так добывалась первая нефть Советского Союза Некогда мощная, единая нефтегазовая отрасль Развалились Когда смотришь эти кадры Не хочется ничего говорить Все и так понятно Жаль только, что в сегодняшние дни Мы уже никогда не увидим той радости Того энтузиазма и той профессиональной гордости За то, что ты добываешь нефть Сегодня это приобрело совсем другое лицо Нефтяники переживают не лучшие времена Вообще, откуда идет и откуда ветер дует По поводу реорганизации Газпрома? Кто в этом заинтересован? Кто за этим стоит? Реструктуризация с целью Опять-таки по дешевке Раздать Как бы продать Значит, вот эти вот куски этих крупных компаний Цель одна Значит, убрать Россию С европейского рынка продаж газа Через раздробление компании Газпрома Через последующее снижение Объемов добычи газа А произойдет одно Произойдет то же самое, что произошло с нефтяником А за обед вы платите или потом высчитываете зарплату? Пока нечем платить Записываемся Пока денег нет По записи По записи Мы с января сегодня ничего не получили Чтобы рассчитывать Ну а жены-то верят, что вы зарплату не получаете? Конечно Она-то в первую очередь верит Да? Да Удивляет А что мы здесь делаем, интересно? А куда деваться? А кому идти? А дальше? А дальше опять заломят, запували Лучшие бригады уходят Лучшие специалисты уходят Праздник придет, будем веселиться Вот и будем ждать праздником, чтобы веселиться Только какого? С тех пор, как нефтяную отрасль растащили на множество мелких и крупных компаний Мы пережили не один кризис И можно радоваться тому, что машины по городу ездят И нет уже огромных очередей на заправках Но если посмотреть объективно, то для военных моряков выход в море Это праздник, нет топлива Для военных летчиков взлететь, события, нет топлива И можно долго продолжать этот список, заканчивая словами Нет топлива И можно долго раздумывать, кто виноват и что делать А может, есть смысл не повторять ошибок И давайте не наступать на грабли дважды Здесь сосредоточены колоссальные запасы газа Огромный потенциал природный, который просто самим Господом Богом, наверное, России дан Он содержится здесь, в Сибирской, Северной и Восточных землях России Поэтому программа развития арктической зоны, программа развития севера, западной и восточной Сибири Она была такая программа И одним из элементов этой программы, например, вы знаете, был БАМ Что сделали с БАМом? Сказали, что это железная дорога Там системы светофоров и мостов И зачем это железная дорога в никуда? Вот когда обществу примерно так преподносят проблемы развития региона Это один подход А он имел целью одно лишь Убрать инвестиции от БАМа Не дать возможность государству, стране Вовлечь в оборот огромные потенциалы, которые располагаются вот здесь, в Сибири, на Дальнем Востоке и Восточной Сибири Ведь БАМ – это система Это не железная дорога БАМ – это система Месторождений БАМ – это система переработки Тех полезных ископаемых, которые должны были добываться И так далее То есть БАМ – это целая экономическая система Которая должна была вовлечь в экономику СССР Огромный потенциал Который сосредоточен здесь В холода, в холода В холода, в холода От насиженных мест Нас другие зовут города И летит на Ямбург вахта Одни меняют других И не знают мужики о многих проблемах их родной отрасли Только в разговоре не для камеры Сказали они мне Мы-то ладно, молотками работаем Тробы кладем А там у вас в центре о чем думают Мы ведь строители знаем Ломать не строить Мы же работаем хорошо Газ идет, страну греем Да и валюты сколько в казну Может, они нас-то послушают? Ох, не знаю, мужики Услышат ли? Вы все-таки верите в то, что разум восторжествует? У меня есть уверенность в одном Что теплее зимой не будет И мудрость руководства страны будет заключаться в том Если они сумеют сохранить высокоэффективно работающие отрасли Как они это сделают? Это уже вопрос политического руководства страны Потому что это уже тема энергетической безопасности целого государства А может, потому и называют газовики своих генеральных директоров генералами Что считают они себя сами солдатами своей России Которые вечно защищают и будут защищать ее Где-то далеко-далеко на самом севере А на самом деле на передовой На передовой своей России Серебром колодезны Ты крестила нас Ты такая грешная С верою святой Кто глядишь невестою Кто молчишь вдовой Под снегами талыми Плачет колья Отдохни усталая Родина моя Отдохни усталая Родина моя В слезах полей В грестах церквей Живет надежда Любовь и сила Храни тебя От горьких дней Моя Россия 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова